приветствую фируза привет дорогая очень рад видеть я знаю что ты там занимаешься айкидо и что там мужчин так крутишь там фотографии я видел такую расскажи всем кто тебе еще пока не знает чем ты занимаешься меня зовут фирюза я живу в краснодаре и я занимаюсь айкидо уже 27 лет на данный момент у меня пятый дан я руководитель краснодарской школы айкидо которая является отделением региональным отделением клуба осин кан у меня тренировки по 3 штуки в день дети взрослые вот то что касается айкидо дети 4 5 6 лет это группы подготовки к айкидо сама практика конечно уже ближе к десяти годам то есть вот можно 78 9 что-то уже такое начальное давать но это все равно это все равно дети это все равно уровень подготовки понятно скажи пожалуйста фируза ты столько лет этим занимаюсь вот интересно вот они у тебя обучаются тренируются что самое главное тебе нравится в том что ты делаешь и что с ними происходит процессе я вижу изменения в людях в детях у меня есть те которые выросли со мной с пяти лет и которым сейчас там по 18 по 20 и конечно же в первую очередь это четкая структуризация сознания потому что айкидо в первую очередь формирует координацию координацию ума и тела то есть это развитие физического тела и развитие сознания через отработку внимания через отработку способности концентрации внимания к способностям управлять собственным телом управлять своими реакциями в контактах в конфликтах во взаимодействии с окружающим миром айкидо онлайн я не воспринимаю я могу сколько угодно об этом говорить я могу рассказывать этом когда начался этот карантин самоизоляция даже провела вебинар на тему применения айкидо в повседневной жизни то есть применение принципов айкидо вот тех базовых принципов на которых строится практика и которые собственно формируют и нашу жизнь тоже но то что касается практики ключ к себе я ей занимаюсь уже получается в январе будет 13 лет и результаты которые дала эта практика они очень хорошо мне в свое время помогли то есть выбраться из довольно кризисной такой жизненной ситуации и восстанавливаться в режиме там семинарских нагрузок и что самое интересное так как я все время в преподавательском режиме то я естественно сразу со своими учениками делюсь тем что у меня есть когда я стала включать практику ключа в тренировочный режим этого не было на тренировках по айкидо то есть это было на дополнительных семинарских занятиях таких общих практика управления телом и сознанием вот и обратная реакция занимающихся меня удивила тому как люди решали такие вопросы которые решить до этого не могли вот хочу поделиться самый яркий такой пример был еще ну да еще лет восемь назад наверное у меня занималась барышня которая после разгрузки после вот фазы высвобождения напряжений когда мы дошли до формирования матрицы состояния здесь и сейчас и потом матрицы идеального состояния она после занятия мне начала говорить что вот все хорошо тело представляю глаза не могу представить вместо глаз как что-то непонятное я ее отправила сказала иди практикует представляет глаза смотрите в нашей практике в практике айкидо невозможно сделать правильную технику если ты не отдаешь себе отчет в том в каком месте ты находишься в какой позе ты находишься как стоят твои ноги где твои руки как как держится твоя спина какое расстояние до атакующего то есть это огромное количество информации которую мы привыкли так работать сейчас я скажу секундочку алила алила позвони пожалуйста мне через 20 минут хорошо мы привыкли так работать это нормально всех учим тоже при это у нас концепция антистрессовой подготовки когда мы вырабатываем навыки с помощью приема включая чтобы стресс устойчивость было стабильно в любом случае чтобы человек мог вспомнить и почувствовать себя как ты их тренируешь но поэтому так получается что шума и так далее это 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 нормально совершенно потому что например когда у меня занимающиеся говорят там зал маленький места мало как же как же здесь отрабатывать технику я говорю а кто вам даст технику например кто вам даст пространство делать технику например в лифте вы должны это делать в любом состоянии устали вы сложно вам держат вас за руки за ноги все равно нужно найти какую-то возможность выполнить свою задачу поэтому это да это тоже вот антистрессовая постоянно подготовка вот по ходу вопрос дополнительный вот ты говоришь надо представлять себя когда тренируешь координацию как ты стоишь как голова это что разве люди не представляют себе этого не представляют у людей все время вот моя практика показывает что у людей у детей у взрослых все время происходит раздвоение картинки то есть ментальный образ один а реальность совсем другая и вот айкидо называют объединением ума и тела так вот выяснилось что когда люди приходят когда я иду по комнате разве я не осознаю автоматически очень часто люди не замечают что они сутуляться а вот очень часто они не замечают что у них напряжение в плечах что у них застыла какая-то мимическая маска и в боевых искусствах недостаточно просто знать вот я иду и я иду до надо еще отслеживать еще массу элементов и по поводу лишних напряжений в теле чем больше напряжений тем больше энергии тратится на обеспечение этих напряжений дело должно быть в состоянии разгрузки например человек вышел на состояние безмятежности нулевое состояние да там себе задать вот этот вот образ помечтать о том что где бы он ни находился он легко вспомнит вот это состояние глубинного покоя глубинной уверенности всегда будет помнить вот этот образ чтоб совпадал совпадал с его позиции как он идет как что и чтобы это не тратило у него многое мозговой энергии чтобы он не был вынужден вот обычно говорят осознанность и некоторым людям по ошибке кажется что надо каждую секунду осознавать вот я чашку беру допустим вот мне подарили чашку с пикассо там сделал вот моего друга антона жена марина с пикассо вот я беру эту чашку и все время должен осознавать как я ее беру но тогда же так если человек идет по улице все время осознает как он делает шаг так он исполнился боже чтобы это автоматически происходило вот в этом состоянии разгрузочном когда он на ноль выходит как ты говоришь здесь и сейчас да вот я правильно понимаю да да там у себя сформировал этот образ эту программу ты называешь матрицей да да вот вы мы сейчас говорим об одном и том же или разных вещах об одном и том же совершенно верно чтобы он там себе намечтал что где бы он не находился как бы он не ходил чтобы без труда автоматически чувствовал себя именно так как есть на самом деле вот так себе намечтать нет ну смотрите а в идеале да но получается что у большинства людей ментальная картинка и реальная картинка это две большие разницы это разные картинки и человек начинает мечтать он начинает менять свою ментальную картинку представление но она никак не связано с реальностью и получается что проходит время я вроде бы себе все намечтала а на уровне физическом ничего не поменялось и с этим сталкиваются очень многие практикующие вот для того чтобы происходили чудеса вот реально чудеса чтобы тело менялось чтобы окружение все пространство менялось необходимо сначала сформировать связь связь между ментальными представлениями о том кто я есть как как выглядит мое тело как кто я вообще и с тем что это реально воспринимается а это очень легко заметить у людей которые не снимаются на видео часто то есть когда они видят себя на видео изображении у них картинки не стыкуются это что это я это я вот так вот говорю это я вот так выгляжу то есть вот этот диссонанс он не дает людям собственно заниматься изменениями реальности самого себя как ты это делаешь какой-то такой секрет такой глубины или там много времени надо посвятить нет я просто когда первая практика была в краснодаре проводил семинар вячеслав смирнов я тогда вот все что я тогда успела запомнить я потом начала практиковать тут же на следующий день и в течение наверное месяца я делала каждый день потом уже все реже и реже и потом когда я стала давать уже на занятиях практику я обнаружила что описание себя можно разделить на три части то есть внешняя картинка это то как я выгляжу с какой стороны я себя наблюдаю как я помню какого вида там волосы глаза то есть именно внешний вид вторая часть это мои ощущения то есть это состояние там боли или дискомфорта или наоборот удобства там силы бодрости в мышцах это вкус во рту это ощущение температуры воздуха ощущение веса тела и если первая фаза это просто вот как бы больше визуальный образ то вторая фаза захватывает ощущение захватывает кинестетику захватывает все что мы слышим все что мы чувствуем это встраивается в матрицу и третий этап это мысли образы эмоции весь мой жизненный опыт все мои представления все то что мне там говорили мама папа в детстве когда третья фаза также вот третий слой формируется мы все три слоя собираем вместе и получаем собственно такую объемную версию того кто я есть здесь и сейчас то есть я здесь и сейчас это моя физическая форма для слышать себя до чтобы ты мог слышать себя потому что слышать себя например ты на самом деле хочешь спать или тебе кажется на самом деле хочешь яблоко или грушу потому что у нас там много шаблонов нам например много говорили по телевизору что яблоко очень полезно и вот я проголодался у меня автоматически появляется желание именно яблоко сесть а у меня например пищевая аллергия мне бы лучше грушу чтобы понимать где шаблоны чтобы я слышал себя здесь и сейчас как ты говоришь но мы делаем в разгрузке да вот если в разгрузке делать выход на самое себя выход на то там же ноль когда появляется все шаблоны страсти и стереотипы страхи они отпадают автоматически нирвана 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 в этом состоянии и пустоты и в этом состоянии нуля там же происходит самоорганизация и сама сознание то есть потому что потом человек после этих практик где бы он не находился как бы он не брал эту чашку он себя слышит вот а ты теперь по методикам своим разрабатывающих для того чтобы помочь им и логически это понимать и логически это понимать да и сколько нужно времени чтобы ты например взяла одно провела занятие за 20 минут можешь провести занятие чтобы новичок который первый раз в жизни вообще не знаю что такое айкидо чтобы ты его сразу каким-то образом ему объяснила и за 20 минут он понял а вот что такое айкидо айкидо это все таки в зале в зале я могу это показать то есть это это нужно все равно вот из рук в руки а то что касается работы с состояниями с матрицей да это 30 минут 30 минут чтобы человека перезагрузить и показать ему основу того как из чего состоит его матрица здесь и сейчас и возвращаясь вот к той барышни которая не могла представить глаза она пошла на практиковала две недели она все время старалась представить свои глаза через две недели она пришла глаза вот такие у нее зрение подскочила на полторы единицы зрение улучшилось только из-за того что она смогла представить свои глаза куда у него была нарушена обратная связь какая-то я понял гармонизацию создала и у него мозг стал это очень очень полезное дело причем ты занимаешься конечно я так счастлив что я тебя знаю и ты даже у нас по моему видео вставлял твой образ фотографию в книгу рекордов у нас в сайте хасайру книга рекордов и там есть фируза которая там на фотографии двух мужчин вот так вот закручивает слушай ну я очень рад что ты теперь мы сейчас выставим наше видео в нашей школе человек будущего и как раз пускай все наши ребята смотрят все участники школы знаю тебя хочешь спасибо большое твои хештеги поставим мы же занимаемся этим помогаем людям которые сами сотрудничают творчески большим удовольствием я очень рада в принципе что вот 13 лет назад пространство меня привело на семинары я познакомилась с вашим методом для меня это просто вот волшебная палочка смотри как интересно получилось слава смирнов тебе показывал свои упражнения потом слава смирнов у меня учился ключу потом ты оказывается стала заниматься ключом как мир тесен да ну удивительно да вот я так рад что мы с тобой сейчас поговорили но у нас формат такое к сожалению так бы я с собой тебя просил бы еще больше и больше рассказывать но мы не можем сейчас технически сделать давай мы тебя попросим чтобы еще раз мы с тобой встретились еще раз мы поговорили да с большим удовольствием ой спасибо тебе пироза спасибо а как там краснодарском крае погоды очень тепло у нас 76 августа шикарно а как твои подопечные болеют или не болеют коронавирусом пока все нормально тренировки идут все занимается ну конечно по сравнению с прошлым годом сейчас поменьше то есть не все вернулись ситуация у всех разная но в целом тренировки идут все все по программе отлично спасибо тебе пироза я тебе очень благодарен я думаю от всех участников школы человек будущего хомо-культура себе большие большие пожелания сердечного здорового долголетия и твоим курсантам тоже спасибо мы тебя ждем в следующий раз скоро тогда встретимся обязательно спасибо спасибо до встречи до свидания